Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Адамат Раоре. Могильщик элитности европейского футбола». Статья написана в четверг, 28 января 2021 года. Итак, начинаем. А начинаю я, ребята, со стандартного обращения к вам. Если ролик вам понравится, ставьте лайки. Очень прошу вас не стесняться и высказываться в комментариях по поводу услышанного и увиденного. От лайков и ваших комментариев зависит уровень выдачи ролика поисковыми роботами YouTube. А это означает, что все больше любителей футбола и профессионалов смогут ознакомиться с содержанием ролика и канала в целом. Также буду признателен, если поддержите канал в меру своих возможностей. Необходима информация под каждым видео. А теперь по теме. Ко мне обратился один фланговый нападающий из России и задал вопросы, которые его интересовали. Но дело не в этом. Я ему бесконечно благодарен за то, что он предоставил мне еще одно доказательство колхозности европейского футбола. Правда, ролик я назвал с применением слова не колхозности, а применил фразу из двух слов «могильщик элитности». Но сути это не меняет, так как сказать «могильщик элитности» это все равно, что сказать «индикатор колхозности». Хотя вряд ли Адама является могильщиком элитности. Среди колхозных команд как раз есть лучшие, которые можно назвать элитными. А вот то, что Адама Траоре – индикатор колхозности европейских команд, в этом сомневаться не приходится. Если бы Адама не так сильно тянул одеяло на себя и чаще поднимал бы голову, то, видимо, таких перлов, которые вы увидите сегодня, я бы не отыскал. Так что любой недостаток иногда приносит большую пользу футболу. Парень из Сахалина просто прислал мне выборку игры Адама Траоре – испанского футболиста, играющего в премьер-лиге Англии. Возможно, после того, как я вам представлю нарезку фрагментов из этой видеоподборки его игры, вы поймете, почему я не рвусь смотреть футбол, в том числе и европейский, а смотрю только знаковые матчи, уровни финалов европейских турниров. Как вы думаете, сколько футболистов должны противостоять нападающему? В принципе, один защитник. Но если нападающий опасен или занимает опасное положение на поле, то защитника может и должен подстраховывать его партнер по обороне или полузащите в зависимости от ситуации. Я правильно рассуждаю? Если среди слушающих этот ролик и читающих эти строки есть тот, кто смотрел мой разбор игры «Сибирь-Зенит», то не может не помнить, как я указал на атаку игрока «Зенита» сразу четырьмя игроками «Сибири». Я тогда указал на то, что четыре игрока в одной точке футбольного поля – это гарантированные дыры в обороне команды. Вы думаете, что в супер-пупер-профессиональной Европе дела обстоят лучше? Ребята, говорю вам в тысячный раз – не творите себе кумиров. Тем самым вы умаляете собственный потенциал, собственные таланты, данные вам Богом. Пренебрежение тем, чем вас наградил Господь, это своеобразный грех. Извините за церковный сленг, но я, хоть и не завсегдатой церквей, но верю в Господа, в Аллаха, в Будду, в Кришну, в Ягову. Называйте Всевышнего, как вам более комфортно. Я не собираюсь обливать грязью европейский футбол, не собираюсь заниматься критиканством. Я просто продемонстрирую вам факты, а вы сами уже делайте выводы. Если игрока соперника с мячом атакуют трое футболистов, то это уже грубая ошибка обороняющейся команды. Если этого футболиста атакуют не трое, а четверо, то это явная колхозность команды, и тренера такой команды впору отправлять в свободное плавание, не задерживать на территории клуба. Очень часто слышу фразу типа «У нас на постсоветском пространстве убогий футбол, а вот в Европе совсем другое дело». Какое дело в Европе, вы сейчас увидите своими глазами. Мне абсолютно наплевать с игроками какой команды борются Адама. Главное, что это уровень или национальных сборных, так как Адама игрок сборной Испании, или уровень английской премьер лиги. Как вы считаете, это уровень или нет? Подавляющее большинство наших тренеров чуть ли не молятся на европейских тренеров, считая, что сейчас мы не в состоянии подняться на их профессиональный уровень. Скажу от себя, что опускаться на такой уровень я не намерен и своим ученикам не рекомендую смотреть на их тренерскую работу с отвисшей челюстью. Позор! Но довольно слов. Сейчас вы увидите 9 скриншотов того видео, которое мне прислал футболист из Сахалина, а потом делаете выводы, какие хотите. Это видео ничего нового мне не дало, а лишь в очередной раз расстроило, так как равняться молодым творческим тренерам нужно не на европейцев, а на здравый смысл и собственное критическое мышление. Итак, первый скриншот. На фотке Адама в правом верхнем углу с мячом. Его плотно окружает три соперника. Как видите, голословных заявлений я не делаю, а демонстрирую вам факты. Вы видите игру команд английской премьер лиги. Это не команды колхоза «Светлый луч» и не любительская лига. Это элитная европейская лига. Еще раз посмотрите внимательно на зафиксированную игровую ситуацию. Мысленно представьте, что за тремя красными соперниками есть свободное пространство и находятся там партнеры-домы. Такое может быть? Запросто. Если в данный момент один из соперников перекрывает линию удара, то Адама запросто может сбросить мяч назад пяткой, а партнер уже или сделает удар поворотами, или сделает пас поближе к дуге штрафной соперника. Как вы видите, там много свободного пространства. Смотрим второй скриншот. Здесь мы видим ноги Адамы и рядом с ним мяч. Сколько соперников в непосредственной близости? Самый тупой и даже слепой увидит, что их тут трое. Еще раз хочу сказать прописную истину. Если одного игрока с мячом атакуют сразу трое, то в обороне есть большая дыра. Смотрим третий скриншот. На этом скриншоте явно видно, что на ограниченном пространстве находится Адама Траре и рядом с ним четверо, четверо, ребята, соперников. Если здесь мы видим такое дилетантское соотношение игроков двух команд, то значит на другом участке поля может быть прямо противоположная картина, где четырем партнерам Адамы противостоит только один соперник. Такое возможно? Вполне. Судя по этому фрагменту, в обороне желтых как минимум одна дыра, если не две. Поехали дальше. Смотрим четвертый скрин. Как же бояться Адаму соперники? Какой позор! И снова на ограниченном участке поля фантасмагорическое соотношение игроков двух команд. Один Адама и пятеро соперников. Просто блеск. Ребята, извините меня за эмоции, но тренеру голубых за такую игру подопечных я бы платил не сотни тысяч долларов, а ровно 300 в месяц, чтобы с голоду не помер. Это те деньги, которых он заслуживает. И мне глубоко наплевать, кто тренирует голубых. Если даже это будет Гвардиола, то от своих слов я все равно не откажусь. Я бы со стыда сгорел, если бы мои воспитанники демонстрировали бы такую игру. Смотрим пятый скрин. Ну как, ребята? В желтой футболке все тот же Адама Траоре. А вокруг словно почетный эскорт. Пятеро соперников. Вы так до сих пор не поняли почему я не смотрю футбольные матчи, кроме знаковых? Мне, извините за нескромность, с моим пониманием футбола смотреть подобные картинки можно только с валидолом. А зачем, скажите мне на милость, садить себе сердце, глядя на игру таких умельцев? Я лучше на рыбалку схожу или поработаю с учениками-тренерами или с учениками-футболистами. Будет намного больше толку. То, что вы видите на этом скрине, это не фотошоп. Я партнера Водомы на этом участке поля не удалял инструментарием фотошопа. То, что вы видите, это горькая правда европейского футбола. Комментировать такую игровую ситуацию просто невозможно. Челюсть отвисает, а слов не находится. Смотрим шестой скрин. И эта ситуация, ребята, вам не снится. Это игра. Я имею ввиду команду в желтой форме. Элитной европейской команды. Это игра элитной европейской команды. Глядя на такую ситуацию, невольно думаешь. Или игроки желтой команды безнадежно тупые. Или их тренер, или хозяин клуба тупой, который платит как игрокам, так и тренеру бешеные деньги за эту бездарную игру. С мячом, как вы понимаете, снова Адама. Допустим, что партнер, который встречает Адаму, бежит на помощь игрок под номером 17. Но что тут делает 19 номер? А если на помощь бежит 19 номер, то что там забыл номер 17? Вы мне можете ответить? Или техника игроков настолько плинтусна, что они даже вдвоем не могут остановить одного футболиста? И это премьер Лига Англии? Глаза бы мои не видели этого всего. Смотрим седьмой скрин. Ну что, ребята, я снова наговариваю на великих игроков великого европейского футбола. С мячом снова Траоре. Подобную ситуацию я уже комментировал. Кроме стыда, никаких других чувств не возникает. Смотрим предпоследний скрин. Семь против одного. Уже впору вратарю выбегать из ворот и помогать своим профессиональным партнерам. Мне просто ржать хочется. И, наконец, последний скрин. И снова, как вы видите, четверо атакует одного Адаму. Может быть, Траоре это бог, который спустился на футбольное поле? Я в этом очень и очень сомневаюсь. Да, добротный игрок. Но сравнивать его с Зубастиком или Рональдини или с Месси или с Неймором было бы некорректно. Ну как, посмотрели? Если кто-то считает собрание трех и более футболистов одной команды в одной точке поля корректным, то я ничего против не имею. Мое же мнение, что это приговор их тренеру. Надеюсь, что хотя бы одному тренеру я этим роликом сниму розовые очки обожания европейских спецов. Ребята, я прекрасно понимаю, что наступаю на любимую мозоль многим из вас, критикуя таким образом ваши любимые команды. Но снова и снова буду говорить вам. Не творите себе кумиров. Такие фамилии, как Иванов или Бондаренко или Дроздович, звучат не хуже, нежели Траоре, а Динамо или Спартак не хуже, чем Манчестер Сити или Бавария. А Адамет Траоре я кланяюсь до земли. Я подчеркиваю, кланяюсь ему до земли за то, что благодаря его игре он невольно, неосознанно, но показывает всему миру колхозную сущность элитных команд Европы. Я не призываю вас не смотреть игры европейских команд. Если не смотреть их, то кого вообще смотреть? У меня ко всем очень простая просьба. Не отключайте мозги, когда смотрите игру за бугорных команд, когда слушаете комментарии услужливых журналистов, когда просматриваете футбольную прессу. Для тех, кто не понял, в чем прикол и почему атака игрока с мячом тремя и даже четырьмя футболистами это очень плохо, объясню еще раз на пальцах. Если в одной точке поля много игроков в футболках одного цвета, следовательно, в другой точке поля игроков такой же формы мало. Это логично? А если да, то там, где мало игроков, резко повышается вероятность прорыва обороны. Адаме достаточно поднять голову и сделать обостряющую передачу, чтобы соперник начал молиться об ошибке партнера Адамы, вышедшего один в один. Я не хочу видеть подобную игру. Думаю, что и вам было не очень радостно наблюдать за такими грубыми ошибками в обороне. А изменить ситуацию можете вы, ребята, вы и только вы. А кто еще? Никакой дядя не придет и не сделает чудо на футбольном поле. Все зависит только от вас, ребята, от вашего трудолюбия, от вашей целеустремленности. У меня все. Пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Буду признателен, если поддержите канал финансово. Номер карточки есть под каждым видео. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, неожиданного и эксклюзивного. Продолжение следует...